Доброго всем утра! Доброго всем утра! Мария, скажи, пожалуйста, Мария, у вас школа уже закончилась? Да. Какие отметки под конец года? Чего больше? Каких цифр? Пятерок, конечно. Серьезно? Да. Что, троек нету, что ли? Нету. Бывает? Ну, бывает, но у меня больше пятерок. Хорошо, ладно. Ну и еще один третий участник, которого зовут Никита. Никита, что такой серьезный? Всегда серьезный. В какую команду хочешь? Первую, вторую, третью? Без разницы. Без разницы? Ладно, сейчас узнаем, есть ли разница. Есть три бумажки. На каждой бумажке у нас находится цифра от одного до трех. Она соответствует названию команд. Первая команда у нас называется, знаете как? Швейцарская пятерка. Еще вчера была четверка. Да, ну, будущее, да. Вторая команда носит название Победа. И третья, перспективные Ламантины. Ребята, вытягивайте бумажку, ту, которую считаете нужной, разворачивайте, показывайте тот номер. Ну, а мы уже, вот, номер один. Команда Швейцарская пятерка, поднимите руки. Где вы, ребята? Встречайте нового участника. Никита, аплодируйте. У вас какая? У вас номер два. Вы идете в команду Победа. Где у нас команда Победа? Сразу вы. Ну, и вы, мужчина, отправляетесь к перспективным Ламантинам, команде под номером три. Жребий совершен, команды сформировать уже окончательно, без поворотов, без какого-либо добора. И сегодня им необходимо будет делать то, чего они, в принципе, в жизни никогда не делали. Наверное, поднимите руки, кто сталкивался в жизни вашей молодой, красивой, с таким занятием, как установка палатки. О, типа все, да? Никто не сталкивался. Ну, вы в теории принимали участие или все-таки в практике? На деле это в практике, все, ладно. Евгения, у нас самый сильный есть ведущий, если вы не знаете. Евгения чемпион по отношению палаток, да. Значит, смотрите, команда под номером три, держите. Ламантина, это вам. Пятерочка ловите. Держите, это вам. Смотрите, уважаемые ребята, все предельно просто. У нас же конкурс связан с путешествием, с поездкой, с рыбалкой, с новыми впечатлениями. У вас задача простая. Каждой команде дается очень короткое количество времени, за которое вы должны установить палатку. Ну, что значит установить? Понятно, что кто-то успеет это сделать быстрее всех, кто-то это сделает суперклассно, кто-то не успеет поставить последний колышек. Но по команде стоп, вы останавливаетесь, и мы уже смотрим, с каким результатом вы пришли к финалу этого испытания. Все просто. Ну что, тогда как, мы командуем на старт, внимание, марш? Мы командуем на старт, внимание, марш. Я достаю телефон, чтобы наши зрители в момент рекламы могли наблюдать за всем происходящим. Мы все это будем транслировать, да, в Инстаграме в прямой. Да, и вообще-то интересная задача, надо выбрать еще ту лужайку, на которой у вас бы все установлено. Поэтому можете уже осматриваться и выглядывать. Давайте распределяться. Вот смотрите, вот эту поляну можно поделить на две части минимум. Вот здесь одна команда может поместиться, здесь вторая команда, а третья команда может поместиться вот на той, например, поляне. Почему бы и нет? Да так, будет и логичнее всего, да. Не стесняйтесь, давайте распределяйтесь. Ну что, занимайте свои места, потому что мы сейчас скажем на старт, внимание, марш, и вы начнете собирать палатку. Да, и в который раз будем шокировать местных жителей, то, что у нас здесь собрались туристы. Ну что, мы готовы? Как запустить этот прямой эфир? Так, подожди, вот так. Всему тебе надо учить, наоборот, наоборот, наоборот. Такое количество фотографий, которые выкладываешь ты. Ну я же девочка, ну что ты. Девочка. Ребята готовы? Ну давайте, на старт, внимание, марш! Начинайте! Женя следит за временем, я слежу за прямым эфиром в Инстаграме, ну и прямо сейчас мы посмотрим небольшой блок рекламы. 7 часов 51 минута. Завершаем мы прямой эфир в нашем Инстаграме, потому что есть возможно... О, 63 зрителя смотрело! Есть возможность сейчас уже в прямом эфире телекомпании посмотреть, чем же у нас практически уже заканчивается процесс развертывания вот такого маленького палаточного городка. Да, как мы говорили ранее, у кого-то успехи идут чуть больше в гору, но время еще есть, у нас остается буквально... Минута, 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 Валера, минута! Несколько секунд, я уж хотел бы вам сказать. Поэтому, ребята, меньше минуты, поторопитесь, кто еще что-то не успевает, у вас время на исходе. Не знаю, как мы будем вычислять явного победителя. Их, как минимум, два здесь. Это вот эта команда, которая расположилась чуть дальше, потому что у них, в принципе, все уже собрано. Осталось только колышками натянуть верхний тент, чтобы уж никуда не унесло его. Ну и, знаете ли, мои дорогие, поместиться всем туда. Вот, кстати, совершенно верно, Ваня, ты подметил. Мы, как минимум, будем тестировать, вот каким образом надо в эту палатку будет зайти. Поэтому, если она выдержит наш визит, то тогда, как минимум, дополнительные баллы будут уже засчитаны в копилку команд. Ребята, 20 секунд. А мы тем временем хотим вам напомнить, что ребята соревнуются за возможность отправиться в нереальное путешествие в Швейцарию. Поэтому представьте себе, для этого, вот кто, возможно, никогда не думает, что для этого потребуется собирать палатки. А вот так и есть. Итак, Ваня. 10 секунд. Внимание. 9, 8, ребята. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 секунда, ребята. Стоп. Стоп, 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 стоп. Ну, давайте пойдем смотреть. Начнем мы с самой дальней нашей точки, вот этой дислокации. Значит, визуально все круто. Я видел, что вы поставили тент, собрали каркас. Были ли какие-нибудь сложности, расскажите нам, мужчина. Мы так и не поняли, зачем нужны эти веревки. Веревки нужны для того, чтобы ее можно было натянуть и чтобы не сдуло. Вот помните в прошлом году на белье, какой был шторм? Помню. Вот. А если бы веревок не было, все бы улетело. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Давайте я буду в роли входящего. Вот так. Как назовем ваш дом? Семейный, семейный, дружественный. Дружественный. Так. Ну. Мне нравится все. Я пошел. Валера, давай. У тебя есть возможность там побывать. Нравится? Отлично. Хорошо. Так, посмотрим у команды под номером следующим, что у нас. Значит, а где у вашей эти веревочки? А? У нас на асфальте, поэтому мы колем все нормально. А, у вас на асфальте, поэтому, ну да, у вас, да, у вас были, конечно, нюансы такие. Значит, скажите мне, пожалуйста, в чем у вас были сложности во время постановки вот своего временного жилища? Не было сложности во время. Не было сложности. Запомнили, как все делается? Да. Представим, что ты будешь одна в лесу или на отдыхе. Получится одной поставить. Как думаешь? Думаю, да. Думаю, да. Ну, хорошо. Валерий, пожалуйста, давайте проверим. Важный момент. Наличие всех необходимых вещей, крючков, колышков. Да, я уже осмотрел, ты совершенно верно заметил, что была небольшая сложность с близостью к асфальту, но внутри все так же залез и ничего не разваливается. Не хватает мягкого, мягкого чего-нибудь, да, не хватает? Мягкого. Ладно, ну и последняя у нас палатка. Так, ребята, идите ко мне, представители вашей команды. Ну, а чего вы все стесняетесь? Как называется ваше творение? Ну, не получилось еще чуть-чуть. Не доделанный палаточный городок, да? Ну, а чего не получилось-то? Не успели разобраться, инструкцию не нашли или запутались просто вот в этих современных палочках технологий? Я еще даже часть деталей нашел. Ну, не успели чуть-чуть разобраться с этой палаткой. Ну, ничего страшного. Мы вам честно можем сказать, знаете, что вот с этим с утра пораньше опытный мужик-то может не разобраться, понимаете? А мы вас нагрузили таким делом. Но, тем не менее, там можно жить. Ну, да. До первого дождя или до хорошего ветра. Уважаемые команды, идите к нам, идите к нам, подходите сюда. Сегодня у вас прошел еще один день, еще одно мини-испытание. Завтра, вы знаете, что мы встречаемся в это же время? Конечно. А что так не уверенно? Знаете, что встречаемся в это же время? И мы даем вам задание. Каждая команда должна представить, как-то сказать, свой образ, свой костюм в количестве одного экземпляра, который помог бы вам потом, впоследствии, одержать победу в нашем состязании. У вас есть уже мысли по этому поводу у кого-нибудь? Какие-нибудь? Какие, например? Так, что это может быть? Мы уже почти скомпоновали весь костюм. Из чего он будет состоять? Из полиэтилена, картона, тканей. Ну, маска, очень необычная обувь, скажем так. И костюм, ткань. Ну, все, отлично. Поаплодируйте друг другу за то, что сегодня мы здесь собрались. Завтра второе испытание. Да, уже в эту пятницу у нас состоится финал, поэтому ребята будут в течение всей недели проходить различные испытания. Ну, и, конечно же, мы хотим поблагодарить спонсора проекта.